привет друзья добро пожаловать на мой канал меня зовут юля и я очень рада что вы решили заглянуть ко мне в гости сегодняшнее видео будет посвящено моим покупкам приобретением каким-то находкам для скрабукинга и конечно же для творчества я не скажу что в последнее время я очень часто что-то покупаю но вот сначала нового года а уже как бы прошло очень много месяцев я прикупила несколько себе штучек и кое-какие материалы мне все еще идут поэтому я решила что нужно хотя бы начать записывать видео посвященное покупкам полезностям ну и вообще поделиться чем я занимаюсь что я приобретаю я думаю те кто любит скраб и кто любит заниматься творчеством те конечно же оценят поддержат меня лайком ну и подпишется на канал друзьям и давайте будем держаться вместе общаться делиться в комментариях то чем радуется нынче в творчестве но у меня сегодняшним видео будут покупки последние интересные полезные для творчества в целом ну и конечно же для скрабукинга в частности и так на дворе май месяц самое начало и я решила что так как у меня накопилось чуть-чуть буквально чуть-чуть каких-то покупок начиная с нового года я решила что надо уже записывать действительно какое-то видео дело в том что я последнее время не заложу на алиэкспресс я не покупаю ничего не на вайлберрисе не на озоне потому что в принципе у меня всего хватает и из того что скажем так у меня уже есть я замечательно складываю различные открытки другие какие-то проекты поэтому покупать ничего не была намерена но у меня в последнее время сломался один инструмент полетел но он правда полетел и вот я как раз таки себе на заказывала он дойдет и я покажу его чуть позже в другой части этого видео но пока что я решила начать со своей покупки вот сразу после новогодней скажем так я уже показывала эту скажем так стойку для телефона которая помогает мне снимать видео за столом потому что сейчас я снимаю на балконе здесь у меня наставлено нагорожено всякого добра однако для того чтобы снимать за столом а там у меня нет естественно освещение приходится лампы включать очень абсолютно искусственный свет и мне нужно было там стойка как раз таки для телефона кронштейн и на вайлберрисе как я уже показывала я приобрела вот такой вот настольный кронштейн стойку вот такой вот крепежный элемент для телефона я не помню видела ли я ее у кого-то или просто посмотрела на в б и нашла но вот такая вот стоечка абсолютно недорогая и project это типа бренда наверно до унициальная стойка подобных со струбцины для размещения на столе до со струбцины то есть прикручивается к столу я же рассказывала об этом в каком-то из влогов вспомнить но в любом случае расскажу еще раз потому что это все-таки покупка я давно хотела себе стойку но цена на нее была весьма такая ну нормальная скажем так мне все время не удавалось скажем так приобрести и потому что финансы улетали в какую-то другую сторону и мне приходилось рассматривать другие более важные элементы цена у нее было где-то в районе 35 40 белорусских рублей а под новый год она снизилась по моему до 25 и я так посмотрел думаю ну все все пора брать и пора хватать и поэтому была приобретена эта стоечка вот металлический материал хотя сказать металлический блин материал металл ручки пластиковые на все хороший очень пластик высота 72 сантиметров максим то есть она раскладывается вертикально будет 72 высокая довольно таки нормальная стоечка нагрузка до 700 грамм учитывая что телефон весит где-то до 200 грамм ну до 300 максимум ребята телефоны все выдерживает нормально легко крепление вот к столу или другой плоской поверхности толщиной до 5 сантиметров это важно потому что вот это вот струбцина да вот этот элемент он растягивается максимально до 5 сантиметров у меня этого хватает у меня возникла другая проблема сейчас они тоже расскажу комплект что входит вот ну все в принципе все как есть в общем вот такая вот стойка очень удобная очень классная очень кстати прочная я была удивлена материал именно металл очень даже хороший я думала будет какие-то проблемы но нет стоечка специально для видео я ее сняла со стола потому что но как бы хотелось показать дело в том что у меня я бы сняла на столе да но у меня там темновато я решила что все-таки надо поснимать все элементы и выкрутить ее тоже самый такой знаете интересный элемент у этой стойки вот это кстати все крутится вертится тут разматывается шарик крутится вы передвигаете вот этот элемент как вам удобно то есть телефон крутится стойка это крутится вот здесь немножко элемент такой туго разжимается но зато крепко держит телефон то вот выдвигается вот эта штука разжимается для крепления телефона у ширина же телефона у всех разные воды поэтому эта штука весьма удобно разжимать держится крепко на самом деле ничего не болтается прям знаете такое ух хорошее крепление я в этом плане довольно здесь тоже все хорошо держится что-то если не нравится можно подкрутить можно исправить шарик переставить все это быстро делается и легко но здесь все понятно пружинки сидела все закручено все нормально отлично работает и вот этот элемент который меня больше всего напрягает это как раз таки вот эта струбцина потому что я планировала сделать как у меня стол вот он стол да и у меня лампа световая крепится вот с этой стороны это удобно потому что сбоку что-то висает а здесь ну как бы рабочая поверхность но с этой стороны у меня очень маленькое расстояние столешницы и там струбцина закручивается просто как ну такой ключик здесь же вот такая металлическая перекладина и к сожалению ее размер не дает мне разместить вот эту стойку сбоку и мне ее пришлось присоединить вот здесь потому что здесь у нас столешница более крупная и ну я имею ввиду более глубокая там же все-таки стол да и мне пришлось и разместить вот здесь это не очень удобно но я уже в принципе приспособилась подальше от рук чтобы локти вот так не толкали ничего нормально в принципе нормально здесь металл очень плотный хороший но когда я приматываю к столу вот этот элемент немножко вот он изгибается чуть-чуть вот так вот изгибается но в принципе все держится хорошо ничего не отваливается вот единственный момент у кого столешница сбоку вот в этом месте кто хочет крепить сбоку в общем здесь у вас мало пространства или столешница больше пяти сантиметров я советую все-таки подумать потому что здесь конечно такой нюанс наверное все-таки не досмотрела но в принципе нашла как выкрутиться прикрепила просто с этой стороны они у меня вот так вот сбоку получается лампа и вот этот кронштейн так эстетика немножко пострадала но думаю ладно главное функционал в принципе не нарушен мне ничего не мешает я локтем как говорится ничего не толкаю поэтому здесь все работает но здесь в принципе а также одинаково пружинки вентили ручки все как надо так что а вот такой вот кронштейн вот такая вот держалка для телефона это моя первая покупка в этом году ссылку на приобретение вот этого кронштейна я оставлю точнее не ссылку номер номер этого заказа я им до номера этого кронштейна я думаю вы без проблем найдете его на вайлберрисе ну или конечно же что-то подобное то что вам будет по вкусу я вот этим кронштейном довольно могу поставить ему лайк ну а то что я тут не досмотрела конечно с ручкой . мои дела ну а вы смотрите как удобно будет вам ну что ж друзья проходит практически полгода это конечно смешно звучит но это правда так потому что за полгода я ничего для скраба не покупала у меня в корзине на вб есть и бумажки есть и всякие расходники интересные даже штампы там какие-то ножи есть но мне принципе хватает то что у меня есть наличие и я думаю ну ладно если захочу чуть позже приобрету и буду смотреть уже по финансам по бюджету мне кажется сейчас у меня более важные траты такие семейные домашние так что я как бы стараюсь себя сдерживать однако есть покупки которая врывается в мою жизнь покупки например которые касаются моей работы моих деток которыми с которыми я занимаюсь у них заканчивается бумажка кто не знает я объясню дело в том что я перебрала свою огромную стопку от буквально вот такая она была по высоте стопка рандомных листов бумаги я все это перебрала и большую часть там осталось наверно вот 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 столичка это я себе оставила супер раритетные винтажные типа мм е или бумажку универсальную американку которая мне иногда для заказа вот позарез нужна вот срочно нужно и вот она уже есть хотя мне кажется надо еще разобрать в общем у детей начала заканчивается бумажка все что я принесла отдала и и мы это все активно использовали в общем так что мне нужно было найти на вб на вайдбересе бумагу желательно побольше листов 30 на 30 ну и конечно же заказать и я конечно же такую бумажку нашла я заказала вот такой вот большой набор от бренда рукоделие набор который называется винтаж роуз тема точнее не тема а серия арти здесь мне понравился набор тем что здесь 36 листов и он этот набор очень разнообразные я его немножечко уже полистала за кадром не интересно было посмотреть что за бумага она кстати меня очень порадовала и вот с первого взгляда я бы не сказала что бумажка знаете такая стоящая действительно скрапового внимания потому что по сути все дизайны которые здесь есть они но такие прям очень сильно раритетные очень сильно не модные скажем так здесь есть четыре дизайна с фольгой точнее вот фольгирование она внизу тут даже на обложке показано что есть есть блестящие вот эти элементы потом 4 дизайна с глиттером вот они сверху тут блестки блестки переливается но потом на бумажке то увидим вот и потом 10 дизайнов просто односторонних бумажек разнообразных по два листа всего что не может не радость и того у нас 18 листов по две штучки 36 очень классный набор всего за 15 белорусских рублей он был я считаю что это супер классная цена для скраб бумажки вообще для любой бумажки потому что детям важно разнообразие мне важно было подобрать цветовую гамму чтобы все было разным цвета там какие-то мотивчики потому что дети используют разные бумажки разные цвета им нравятся разные мотивы мы часто работаем со штампами им нравится что-то клеить какие-то бумажки на фон добавлять поэтому для меня это было важно и это объясняю потому что у вот этой серии есть еще набор розовенький но он прям такой знаете вариации барби но много розовая решила что этот набор я потом как-нибудь понадобится закажу также есть по моему винтажная серия что-то типа винтаж travel путешествие такая она больше винтажная мужская и там больше коричневых оттенков я решила что тоже это пока не в тему и есть еще черно-белое эти форматы есть 30 30 есть еще 20 на 20 мне актуально 30 на 30 потому что больше конечно же получится вырезать бумажки ну и по ценнику я считаю весьма весьма адекватно за 36 листов 15 рублей это вообще копейки это вообще ни о чем тем более что меня очень удивило я как бы когда выбирала набор я понимала что ну бумажка должна быть такая эта цвета все дела но я не обратила внимание на плотность а здесь и на что вы понимали 200 грамм и здесь мои друзья реально 200 грамм я когда открыла и потрогала эту бумагу ну я обалдела потому что она по сути но она плотнее чем российская бумажка вся сейчас то есть вот эти вот дремла это сама студио популярны эти бренды всегда у них бумажка потоньше идет а здесь она толще то есть я реально чувствую что здесь бумага 200 даже 200 чуть-чуть плюсом и это конечно ну однозначный лайк вот ну что ж я много говорю похвалила уже бумажку со всех сторон давайте ее полистаем быстренько в принципе сколько 18 дизайнов мы быстро пролистаем и есть что посмотреть я не скажу что я могу порекомендовать эту бумагу для всех скрапушек которые занимаются потому что дизайны опять же очень сильно на любителя но повторюсь я брала это для детей хотя меня ждал сюрприз потому что здесь есть очень классные листы которые я хочу оставить себе в общем жаба включилась так давайте представим первый лист это у нас лист с бабочками здесь как раз таки вот вначале идут листы с глиттером я такое не люблю мне такое не нравится я такое не использую какие-то обрезки и остатки я еще могу пустить в дело вот целые листы я думаю дети будут просто счастливы фон абсолютно такой зелененький легкий нейтральный вот если бы вот этой ерунды не было я бы этот лист тоже захотела оставить себе потому что он максимально нейтральный и максимально такой подходящий для того чтобы добавить его в какой-то проект какую-то коллекцию очень разбавить бумажку если будет ничего не хватать здесь уже вот бабочки цветочки и поэтому это мы оставляем как есть этому дети будут биться в экстазе так по два листа напоминаем листами дальше вот такой вот лист такой хороший красивый голубой цвет и здесь у нас цветы они также идут с глиттером с блестяшками я думаю это все хорошо видно цвет такой очень красивый светлый чистый небесный мне очень нравится далее вот такой коричневый цвет коричневого ржеватый бежевый такой и здесь тоже вот бабочка которая не знаю на весь вообще не к месту мне кажется бы что но она тоже идет с глиттером блестяшка дети когда видят блестяшки мне кажется у них просто мозг отключается они такие блестки все берем не важно куда просто клеим просто блестки блестки глиттер фольгирование всем топчик просто топчик а фон мне не нравится абсолютно такой но он в принципе нейтральный но не моё не не заводит меня как говорится хотя вот есть такие штамповки букв то есть в принципе если использовать этот фон как основу для какой-то открытки можно очень хорошо его заштамповать и добавить элементов и будет классная такая интересная работа но в целом не нравится так что так что пойдет детям конечно же следующий лист это у нас уже очень сильно попахивает фото бумагой и здесь тоже есть блестки посмотрите вот видите розы все в блестках оттенок прям вот раритет знаете сепи оттенок сепии такой чуть-чуть более прохладный и вот фото наложение на фотографии знаете фамильная кань фотка моя семья декор топчик вот надпись love любовь короче такое знаете очень сильно нейтрально то так уж пустое место будет здесь он практически белый а по краям идет немножко затемнение лист тоже с блестками очень сомнительный по дизайну конечно в плане скрабукинга но такое возможно дети дети будут восторге вот так следующая серия листов вот мне она офигенно понравилась на самом деле потому что листы супер универсальные и для каких-то проектов цветные в которых нужно дополнить вот фоны какие-то да вот это супер вот это просто класс такой глубокий синий красивый рисунок как старые обои у меня постоянно напоминает это старая обои но все равно очень классно выглядит на затемнение по краям я вот смотрю на эти листы и мне честно говоря жалко и детям отдавать потому что они очень-очень классные не знаю прям жабка на меня сейчас поддушивает но это временно я думаю сейчас отложу потом все детям быстренько нарежу и понимаете что еще классно он плотный этот лист блин плотный очень классный 200 граммов и плотный так что возможно я эти листы реально по выдираю и оставлю себе такого же плана как синий есть оттенок пурпурный скажем так темно-фиолетовый очень красивый как видите классный буквально вот муа конфетка и за мне так нравится так классно вот вообще балдею балдею мне очень нравится добавить каких-то более светлых деталей декор очень красивый фон и хорошая плотность поэтому не знаю у меня большой соблазн все таких оставить себе я думаю бумажка пригодится далее вот такая вот зелень тоже очень классный посмотрите тут конечно рисунок более крупные более такой знаете обои реально как обои но мне очень нравится что он знаете он напоминает ткань если это будет видно я думаю это видно да знаете такой джинс как будто покрашенный и такой тонированный такой сложный вкусный цвет вот у дистрессов есть оттенок форест мост лесной мох вот это он вот это прям идеальное попадание вообще очень красивый винтажный цвет не знают я говорю я не могу мне очень нравится я не хочу с ними расставаться и последний из этой серии это вот такой вот коричневый наверно самый такой который в принципе мне не особо понравился да он довольно крупный здесь крупный рисунок такие оттенки песочные песочно-бежевый в коричневый переходит ну такое себе мне этого добра мне этого добра хватает и мне такое особо больше не нужно вот так что вот с этим я легко расстанусь далее вот этот цвет просто посмотрите какая прелесть какой он красивый я не знаю правда на камере передастся в точности или нет он напоминает мне такой знаете холодный малиновый оттенок то есть малиновый цвет в который добавили немножко фиолетового и вот он такой сложный дамаск на фоне знаете вот они как раз таки эти старенькие обои подрапанные пошарпаные очень красивый цвет и конечно же очень классный нейтральный фон с ним я вряд ли расстанусь я смотрю на него понимаю что нет я не отдам он классный он суперский и его в качестве помощника для какой-то коллекции очень легко будет использовать так что называется купила набор детям все как обычно так следующий лист вот этот лист точно отходит детям потому что здесь какая-то невнятная композиция лично для меня тут лепестки роз какие-то веточки какая-то очень крупная непонятная птица да и очень такой насыщенный такой карминово красный оттенок что то вроде малина плюс красный и все это немножко темновато мне это не нравится поэтому это я с легкостью отдаю детям здесь честно говоря смотреть особо не на что птица ну блин пипец вот моя рука и вот птицу ну вы понимаете да крупноватые фоны такие далее в этой коллекции есть еще вот такие фоны которые не фотопринт а скорее пиксельные такими пиксельно как они правильно называются в общем знаете как и вот эти картины по номерам которые нужно рисовать по ячейкам вот это как раз из этой серии фон хороший очень яркий позитивный детям обязательно понравится я такое у себя сейчас не использую если конечно не какой-то особенный заказ вот мне этот рисунок напоминает восточные мотивы оттенки краски использования этих цветов да очень сильно напоминает японскую культуру сакуру цветение вишни очень красивая конечно но у меня таких заказов нету поэтому листы я с легкостью отдам детям далее вот такое вот красивый голубой знаете основа как будто тканевая потому что здесь вот вот видите такой интересный эффект как будто здесь вышивка да и я вот смотрю сейчас и в принципе очень мне нравится голубой цвет но у себя я бы не использовала то есть вот как раз таки деткам отличное что-то нейтральное но хороший оттенок им понравится а мне такой цвет ну опять же если вспомогательным он куда-то где-то понадобится то конечно его можно использовать тем более опять же повторюсь качество бумаги замечательное почему бы и нет да но да как мне этот цвет пока нигде не пригодится и стиль такой да поэтому я решила что это я все отдаю следующий рисунок следующий фон вот такой вот нейтральный очень классный кстати мне очень понравился идеальный фон для мужских проектов для любых гранжевых проектов конечно светленький но это все легко зачернить добавить чернил штампинга дистресса тонировочки по краям и все будет замечательно классный фон оставлять я его себе пока что наверное не планирую не знаю посмотрю подумаю но в целом здесь такие оттенки не знаю как бы как это объяснить здесь и бежевые коричневые что-то вроде серо-фиолетового такого оттенка интересные цветовые переходы все такое дымчато туманно знаете пудровое вот я бы так сказала но для мужских работ абсолютно идеальные листы вот абсолютный топчик я я бы порекомендовала вот сразу у меня даже все сразу композиции уже рисуется нарезать хоп 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 все готово так что в качестве мужских почему бы нет но так как дети делают не только девичьи открытки не только открытки с цветочками там с пироженками с там с какими-то еще милыми нежными декорами для мам для бабушек еще конечно же делают и мужские открытки там для пап для дедушек ну понятно для мужской половины человечества так что такие фоны тоже пригодятся так следующий примерно такой же как и я показывала ранее восточный такой только уже фон не светлый белый а здесь такой малиновый своеобразные оттенки мне такой не очень нравится довольно тяжелая цветовая гамма я имею ввиду ну за счет рисунка если бы рисунок был немножко другой какие-то более такие детальные акварельные цветы я думаю смотрелось бы иначе однако здесь очень четко очень так просто детям понравится я у себя такой цвет и такой фасон скажем так бумаги оставлять не намерена но и осталось 4 листа с фольгированием здесь у нас ну скажем так бабочки и вот этот лист еще куда не шло потому что здесь по сути оттенок такой розово-фиолетоза лиловый вот красивый лиловый оттенок и здесь розовое фольгирование такое насыщенное да дети будут пищать от восторга им такое нравится вообще сразу в принципе оттенок бумаги очень привлекательный если бы не было вот этих вот наштампованных и фольгированных бабочек было бы супер отличный фоновый лист который можно употребить как дополнение какой-то коллекции но он конечно же отправляется детям пускай они будут счастливы бабочки розовые все как они любят так следующий лист вот такой вот практически нейтральный если не считать вот этих вот цветов на фоне которые конечно же идут с фольгированием я думаю это очень и хорошо видно оттенок такой желтый приятный кстати желтый я не помню как он называется знаете такую на желтый светлый подсолнечник вот это подсолнечный цвет а вот это вот что-то светлое такое очень светлая теплая позитивная но не холодный такой желтый уходящий вот холод а вот как раз таки приятного как солнечный свет да и вот эти вот замечательные цветочки на конечно нарезать и и детям отдавать я думаю им понравится. Для меня лист ни о чем, вообще никакой нагрузки для меня не несет, поэтому с легкостью его отдам. Следующий лист, очень красивый фон, офигенный просто фон, который напоминает мне, вот есть такая колода карт, называется Лиловые сумерки, я не знаю, кто в теме, кто не в теме, в общем, привет ребятам. И вот мне этот фон как раз таки напоминает эту колоду карт, очень красивый оттенок, но само название, вот это Лиловые сумерки, потрясающе. А вот все, что идет по краям, бабочки, фольгирование, это все на мой вкус лишнее. Ну, как уже есть, как уже дизайнер создал, так уже, конечно же, и будет. Я бы, честно говоря, вот как-то это, знаете, вот это обрезала, вот это обрезала, вот это использовала. Ну, очень красивый фоновый лист, я имею в виду, без вот этой вот, прикрасы всей, да, но в любом случае, листик тоже отойдет деткам, пускай они пользуются на здоровье, все-таки набор покупался для них, надо по максимуму им отдать. Я и так уже позарилась на какие-то листы, хотя планировала, что все однам детям. Ну и последний лист, хорошие такие оттенки, мне он самой, для моего творчества, вряд ли бы подошел, однако я должна отметить, что он полезен будет для детей. Здесь легкий салатовый оттенок у цветов, и он перекликается с таким серовато-розовым. Ну и вот здесь вот внизу птичка летит на цветочек, и он калибри. И очень все фольгированное, то есть вот это розовое фольгирование, конечно, полный трэш. Но, друзья мои, ничего не попишу, в любом случае будет вот такой вот мотивчик, пускай он, конечно же, остается. И вот такая вот фоновая часть с цветами, с цветами, да реально, реально вот напоминает обои мне в полном формате. В любом случае, я не скажу, что этот фон мне очень нравится, но для детей я считаю максимальный лайк. В общем, вот такую вот покупку я совершила специально для работы, для того, чтобы делать с детьми красивые открыточки. Я думаю, этот набор им, конечно же, понравится. Ну а что думаете вы, напишите, конечно же, в комментариях, мне будет интересно послушать ваше мнение насчет этого набора. Ну и, конечно же, кому он понравится, я также оставлю номер этого наборчика в описании к видео. Все внизу в инфобоксе вы, конечно же, найдете. Ну что ж, друзья, для вас прошло буквально одна или две секундочки, а у меня побольше времени, за которое мне уже пришла посылка со следующими моими покупками. Но до этого я хотела уточнить момент, в котором вот предыдущие покупки моей бумагы, которую я только что показала, от бренда Рукоделия, когда я смотрела листы, которые мне очень хотелось оставить, я поняла, что они у меня отлично сочетаются вот с этой коллекцией от Scrap Mania, которую я получила в подарок, потому что здесь есть просто потрясающие красивые листы, цвет зелени. Здесь более, конечно, такой свежий, яркий, насыщенный, не такой винтажный и не относится к такому болотному оттенку, горчичному. Здесь более такой свежий, красивый весенний цвет, однако здесь есть розовые оттенки, есть бордовые оттенки, которые, я думаю, отлично будет использовать вот с этой коллекцией от бренда Рукоделия. Так что я решила все-таки себе оставить несколько листов и использовать их вот с этой коллекцией, когда я буду с ней работать, пускай будет про запас. Так что здесь принты в принципе совпадают, потому что, видите, есть такой вот красивый дамаск, это все замечательно, мне это все нравится. Единственное, что я хотела больше раздобыть каких-то вырезалок, потому что то, что мне положили, я повырезала и поняла, что мне этого очень-очень мало и мне хочется больше цветов, больше каких-то маленьких декоров, возможно, птичек каких-то, потому что коллекция, конечно же, про весну, но здесь есть потрясающие магнолии, вот, и скорее всего, я буду использовать вырезушки от фабрики Декору, которые, я надеюсь, я не продала еще, потому что в приступе вот этого вот продажного бунта я решила, что, блин, я избавлюсь от всего лишнего, что у меня есть, и потом начинается вот это вот, а вот это вот, возможно, надо было не продавать. Вот, кстати, лист, который с вырезушками идет, но здесь вот, понимаете, здесь очень красивый фон, и я не хочу его тратить на самом деле, а здесь вырезание, ну, то есть, как бы, под сомнением. Но цветов на самом деле очень мало, то есть, посмотрите, здесь есть веточки красивые, но цветочки прям буквально по одному сантиметру. Короче, ладно, эту бумагу я уже освещала, вы все это видели. Это я к тому, что предыдущую бумажку от рукоделья я собираюсь сочетать в отношениях вот с таким прекрасным весенним этюдом от Scrap Mani. Ну, а сейчас переходим к моей посылочке, долгожданной, очень любимой, очень ценной. На самом деле, в последнее время я очень редко что-то покупаю, как я уже говорила в начале видео. У меня, можно так сказать, творческая и покупательская аскеза, потому что я поняла, что у меня очень много материалов, мне этого хватает, и на самом деле я покупаю только самое необходимое, что мне может быть нужно. И вот эта покупка как раз-таки одна из тех, которая прям очень сильно позарез мне была нужна, потому что это инструмент, и я с ним работаю практически каждый день, и я не могла себе отказать в этой покупке. Я очень благодарна хорошим людям, которые мне это купили, привезли, это все доставилось через ДЭК, через Россию. Спасибо огромное, ребята. Вот. И здесь, чтобы вы понимали, здесь одна из самых ценнейших, скажем так, покупок, одна из самых ценнейших вещей в Scrap Booking, это чернила. Я знаю, что многие ребята предпочитают сейчас дистрессы накапливать, оксайды и так далее, но я считаю, что самая важная покупка в Scrap'е это архивные черные чернила, без которых, мне кажется, в этой жизни не происходит ничего. Я люблю именно эти Archeval Ink от Ranger, и, собственно говоря, вот я себе заказала их, боже, как классно, я вот держу их, и у меня прям золотко, золотко моё, моя прелесть пришла ко мне, я очень рада, я очень рада, правда, правда, вот, и заправочку еще к ним взяла, но вот заправки у меня есть, и у нас в Беларуси заправки как-то чаще бывает, а вот подушечка застать сложнее, она бывает в закупках, но это, блин, ждать, пока закупка соберется, пока то, пока сё, вот, мне, короче, очень она приперла, как говорится, и я решила ее заказать. Я вот сейчас смотрю, у меня прям, знаете, как слезки наворачиваются, потому что, боже, я привыкла к своим стареньким, и вот я почему вот это вот держу рядом, я вам сейчас все покажу. Боже, как я рада. Почему Россия, почему вообще заказ не через кого-то, ну, опять же, не ждала закупок, первое это время, второе цены. Вот эти две маленькие штучки мне обошлись на белорусские деньги в 65 рублей. На российские деньги я отдала вместе с доставкой, потому что магазин, в котором я заказывала, я, кстати, ссылочку на него оставлю в описании, в инфобоксе, обязательно посмотрите, там, кстати, очень много интересных товаров. Он в Питере находится, и мне доставляли, получается, с Питера в Москву. И потом уже с Москвы привезли мне домой. Очень приятно, большое спасибо. На российские деньги вот эта красота вместе с доставкой с ДЭКом от Питера до Москвы мне обошлась в 1950 рублей, то есть 2000 России. Как я уже сказала, на белорусский это всего лишь 65 рублей. Ну, с Москвы мне до Гомеля довезли по-дружески бесплатно, поэтому спасибо, конечно. Вот, вот, спасибо большое. Я невероятно рада. Вы знаете, вот вроде мелочь такая, но для скрапушек, которые давно занимаются, которые люди, уже знаете, в теме, все эти дистрессы, это все замечательно. Но если у вас нету хорошей перманентной подушки, которая не растекается, с которой классно работать, это, ну, знаете, как такое, ну, это база, это провал. И я не понимаю, как можно отказать себе в хорошей, качественной чернильной подушке. Вот так что я не смогла держаться. Боже, какая прелесть, я так рада, я так рада, боже мой. В общем, у меня куча эмоций. Вот, ну, заправочки у меня всегда есть, но я свою старую заправляла уже два или три раза. У меня два или, по-моему, третий уже бутылек, наверное, у меня есть. И там осталось относительно, там, наверное, половинка или больше половинки. Реинкер, кто не понимает, что это такое. Вот, ну, давайте, раскрою, покажу. Возможно, кто-то не видел. Вот, подушка, я думаю, все знакомы. Вот, а вот реинкер вот с таким вот тонким носиком. В принципе, как и у всех Рейнджера, очень похожая бутылочка. В принципе, она, по-моему, не похожа, а такая же, как у стиклусов и у жидкого жемчуга. То есть, точно такая же тара используется. Классная заправка. Я люблю. Я обалдею. Мне очень нравится. И вообще, со всех чернил, которые есть в продаже, черные, сульвентные, сульвентные, вот всякие гибридные чернила, еще какие-то. Ну, вы знаете, есть и Цокинека, и другие бренды, более бюджетные. Для меня вот. Вот Архивал Инк, это максимальный лайк, максимальный супер. Я выбираю в основном только их. Ну, и, собственно говоря, я хотела показать, почему я заказала себе подушку. Я давно себе хотела новую подушечку. И для меня это был сначала вопрос эстетики, потому что, ну, как бы, вот так выглядит моя старая подушечка. Наклеечка с них просто давным-давно стрепалась, она стерлась. Вот эту коробочку я покупала с рук у девочки, которая распродавала свое творческое скраповое барахлишко. И я у нее забрала эту подушку за 30 белорусских рублей. Это вообще ни о чем, тут, ну, до тысячи России. И она была в отличном состоянии. Что вы понимали, вот этой подушке дофига лет. Я ее покупала в 2018 году. А ее покупали еще раньше. То есть она уже отслужила какое-то время, не знаю, какое, но все-таки. Она прям очень раритетная. И, конечно, мне хотелось обновление. Мне хотелось новую красивую подушку. Естественно, чтобы это красиво в кадре где-нибудь смотрелось, положить. Это же классно. Мы всегда добавляем какой-то антураж, какой-то инструмент или декор. В любом случае, я просто с архивными чернилами работаю очень часто. И я работаю с ними на работе. Я детям делаю штампинг, мы активно штампуем, они все это разукрашивают или карандашами, или красками. И, конечно же, архивные, перманентные чернила, не дают никакой течи, поэтому я с ними люблю работать. Но дело в том, что моя чудесная подушечка решила умереть. Вот, можно посмотреть, кстати, как вот эта бумажечка, вот как она выглядела раньше. Но тут, правда, новый стикер такой, а вот это старый. То есть, видите, насколько все убито. И я обнаружила, что моя подушечка как будто провалилась. Тут, конечно, все выглядит, пластик уже пожелтел, да, и вот тут все как бы вот так выглядит прекрасно. Она штампует, с ней все хорошо. Но дело в том, что у нее проломился пластик. Посмотрите, видите? То есть, я не знаю, один раз я как-то нажала, и пластик просто поддался. Я так понимаю, это, ну, время, да, время уже пришло. Тут уже ничего не поделаешь. Я пыталась его выровнять, но поняла для себя, что со временем чернила начнут активно сохнуть, и мне нужно как-то спасать ситуацию. Поэтому я решила себе заказать вот новенькую, и ура! У меня какие архивалы. Ну, а эту, конечно, буду юзать, но вот здесь уже даже видно, ну, как бы просвет, что она надломана, и, конечно, она будет потихоньку подсыхать быстрее, чем нужно. Ну, в любом случае, я решила, что вот это пока у меня остается как рабочее. Я просто ее в пакетике храню, эту подушечку. А вот этой буду пользоваться для себя, для творчества, снимать мастер-классы, конечно же, вот, и радоваться жизни. Ну, и ринкер тоже полезная штучка, максимально рекомендую. Если вы покупаете чернила, я имею в виду черные, потому что цветные, они не так часты в использовании, как черные, или коричневые. Вот, кто любит штамповать, кто работает с винтажом, я вам обязательно рекомендую коричневые чернила, и если есть ринкер в магазине, возьмите сразу и его. Заправка вам всегда пригодится, подушка начнет подсыхать, они все, конечно же, в итоге все равно начинает сохнуть, это неизбежно, поэтому ринкер такая обязательно программа, вот, ну, а для черных это просто мастхэв. Так что, друзья мои, вот такая вот у меня счастливая покупочка, я очень рада, порадуйтесь за меня, поставьте, пожалуйста, лайк, у меня, наконец-то, классные архивные чернила, но вот тут, просто они новенькие, так что, большое еще раз спасибо за доставку, ребятам, я очень-очень благодарна, и уже прям ручки у меня горят, я хочу творить что-то новое, что, кстати, сейчас и побегу делать, но вообще еще включусь. Итак, продолжаю включение со своими находками и покупками с небезызвестного сайта Wildberries, возможно, я сюда добавлю какие-то еще покупки, и я могу сразу сказать, что в последнее время я очень редко делаю какие-то приобретения для творчества, и в частности, у меня здесь по большей части получилась покупка, скажем так, вынужденная, очень сильно вынужденная, во-первых, потому что очередные мои ножницы, которые я покупала для работы, для творчества, они пропали. Ножницы с широкими ручками, я думаю, вы все это знаете, все их любите, это любые разнообразные аналоги ножниц от Тим Хольца с широкими ручками, которые классно режут, в общем, у меня в очередной раз пропали мои ножницы. Я не знаю, какая бабайка их ворует у меня на работе, потому что дома у меня их нету, они пропали на работе, и там уже, конечно, вариаций много, куда они могли деться, но я стараюсь думать о хорошем. В любом случае, ножниц нет, работать не с чем, я режу маленькими, такими, типа, маникюрными ножничками, точнее, не маникюрными, а такими швейными ножничками, но это не очень удобно, поэтому я решила посмотреть на Вайлдберрисе еще раз, что там есть, в конце концов, новый учебный год, мне пора было приобрести, найти еще одни ножницы, что я, собственно говоря, и сделала. Меня, кстати, очень порадовали дизайны, потому что на Вайлдберрисе я нашла вот такие вот классные голубые ножнички, стильные, как раз для скрапа, такого же вида, в принципе, каким и пользовалась, то есть, знаете, вот у меня были красные, да, точно такие же, и на рисунке у ножниц, сразу вот хочу в минус вдаться, на рисунке у ножниц были острые края, я почему их купила, потому что был четкий, вот этот острый край, я такая думаю, ну, наконец-то, наконец-то у меня будут ножницы, которые я хочу, но, друзья мои, вы можете увидеть, что нету острого края, край скошен, и это не то, что я хотела. Более того, из плюсов этих ножниц я могу назвать только цвет. Они были представлены вот в таком нежно-голубом цвете и в нежно-розовом. Вставлю фотографию, покажу, если, конечно же, не раскупили еще эти ножнички. По ценнику недорого, что-то было в районе 10 рублей, до 10 даже рублей, наверное, рублей 9, это где-то, ну, сколько, рублей 300, наверное, Россия, 250-300, короче, немного абсолютно за ножницы, но они и такие, конечно, интересные. Пришли, кстати, ножнички вот в такой вот коробочке. Я была удивлена, потому что первый раз такое вижу. Тут был еще пакетик упакован, то есть они были в пакетик, аккуратненько так сложены, и была еще надпись, не надпись, а бирочка, thank you, типа, спасибочки за покупку. Вот, ну, за коробку спасибо, я думаю, полезно, пригодится, ее даже заскрапить можно и кому-то подарить, подарочек, вот в этой коробочке, возможно, какая-то объемная открытка. Как говорится, безотходное производство всегда у нас в деле приветствуется. Ну, и насчет того, как они режут. Я подготовила бумажку, обычная такая бумажечка, не знаю, что там, какие-то мои письмена, неважно, просто с краешку немножко порежу. В принципе, они режут нормально, но у меня такой звук, знаете, вот, они туговато идут. Я когда режу что-то плотное, вот, не совсем такое вот мелкое, вот они туговато идут, ну, легко, так как будто лезвие прям, ух, классно заточено, а туговато. Так, я какое-то платье там отрезала, е-мое, какая-то надпись. В общем, друзья мои, с ножницами, я думаю, все понятно, они выглядят хорошо, если кому-то на первое время надо, обратите, конечно, внимание, но мне кажется, что лучше поискать что-то более острое. И вот, конечно, вот самая большая моя проблема, это то, что здесь не острый край, вот эти скошенные ножницы, ну, я хотела острые, мне надо такие, которые, знаете, можно, блин, причинить ущерб. Ну, это так звучит, но на самом деле, очень важен при вырезании острый край ножниц, чтобы вот эти все наши классные картиночки, вырезушки, чтобы они хорошо вырезались, а этим я сейчас режу только картон, и то, знаете, так вот как-то, как-то неохотно беру в руки, потому что все-таки они не такие острые. Вот красные были острее, гораздо легче все ими резалось. Возможно, этот болт сильно скручен, но прям, ну, вот оно, вот, вот я не знаю, услышите или нет? То есть, вот я прилагаю усилия для того, чтобы их даже закрыть, то есть, открыть усилие и закрыть усилие. Мне это не нравится, мне должно быть все легко, все должно классно работать, а оно не работает. Поэтому ножницы, вот не знаю, рекомендовать или нет, скорее всего, вот знаете, с моим, скажем так, придирчивым взглядом, я могу сказать, что это говнопокупка, вот, хотя выглядит, ну, посмотрите, скраповые такие ножнички, но, блин, картинка хороша, а в работе, к сожалению, не очень. Следующая покупка, также у меня была на сайте Wildberries, ну, мы же Wildberries обозреваем, да, и здесь я уже присматривала варианты для работы, у меня закончились ленточки на работе, детям нечего клеить, кто не знает, я педагог, работаю с детьми и преподаю им, как вы думаете, что, конечно же, скрапбукинг, только в лайтовой более версии, вот, но, тем не менее, это скрапбукинг, и у нас там активно, конечно же, используются всякие такие ленточки, кричащих оттенков, все это приветствуется, вагон стразиков и всего такого, стразиков у нас еще хватает, а вот ленточек стало мало, ленточки остались каких-то темных оттенков, дети такое не любят, поэтому мы их и не используем, в общем, я решила подкупить ярких ленточек, так получилось, что я выбрала ленточку, ну, где-то 0,5-0,6 мм, самое оптимальное для детских пальчиков, и для того, чтобы делать бантики, они не выглядят громоздко, очень мило, тем более яркий цвет, так, у меня здесь три цвета, и так получилось, что все эти ленты SimoLand, ага, я смотрю, что у меня две по ширине одинаковые, а одна чуть-чуть потолще, ну, красивый очень цвет, такой не особо частый в использовании, так я вижу, что у меня здесь просто запаяно, все ясно, понятно, поэтому просто отрезаем, выкидываем ленточку, как говорится, из пакета, и все, и так, вот они, три красивейшие ленточки, от SimoLand, я думаю, вы видите, бренд SimoLand, точнее, магазин SimoLand, стоили они, кстати, копейки, потому что, здесь получается намотка, 23 метра, ну, плюс-минус метр, типа, 25 ярдов идет, в каждой бобинке, да, вот такие вот ленточки, и здесь получается, ну, сколько здесь, очень много ленты, за 2-3 рубля, ну, где-то 3 рубля, белорусских, это, наверное, боже, а сколько это на российские, это, наверное, рублей 10 российских, я не знаю даже, короче, ребята, это очень мало, не 10, не, вру, 10, это я уже переборщила, это 100, где-то 100 рублей российских, это вообще ни о чем, да, вот здесь, видите, 6 миллиметров, типа, такая красно-розовая, да, такой оттенок интересный, желтенький, 6 миллиметров, а вот это 1 сантиметр, ну, я считаю, классно, просто суперский цвет, такой, дети такое любят, в общем, у меня были и другие цвета, на этот момент у меня денежки, на карте было немного, я решила, так, ладно, голубой вроде как есть, синий точнее у нас есть, зеленый еще есть, какие-то еще другие оттенки есть, а вот эти по заканчивались, я думаю, ладно, докуплю для детей, чуть-чуть, если надо будет еще там, пару штук возьму, ну, вот пока что взяла вот такие цвета, обычная атласная ленточка, я считаю, классно, тут в принципе нечего даже проверять, потому что я думаю, качество, вы видите, все аккуратненько в сборочке, очень красивые, такие яркие детские цвета, потому что дети любят кричащие, а мы с вами предпочитаем более такие пастельные, что ли, оттенки, более такие сложные в скрапе оттенки приветствуются, ну, а здесь сугубо такой красивенький, яркий вариант для детей, по ценнику я не знаю, есть ли они еще в продаже, потому что покупку я сделала относительно давно, вот, и я посмотрела, что там уже часть исчезла, но если что, я покажу артикулы, вот вы можете записать, записать, кому интересно остановить видос, записать артикул, и кто будет смотреть на сайте Steamalend, или просто искать эти ленточки, вдруг вам понадобится, так, и вот здесь еще фиолетовая, я думаю, все понятно, вот, так что, здесь мои рекомендации, за такую цену, огромное количество ленты, вдруг кто-то работает, там, со свадебными работами, кто любит использовать вообще атлас в своей работе, я максимально рекомендую, я частенько использую именно в свадебных проектах атласные ленты, там конвертики для денег, в открыточки иногда добавляю, ну, и с детьми, конечно же, это актуальный всегда, актуальный must-have, ну, и последняя покупка в этом включении, это сугубо вынужденная покупка, потому что у меня закончились все упаковочные, упаковочные пакеты, масло-масляное, ну, вы поняли, да, в общем, у меня закончились все мои пакетики, в которые я упаковывала открытки, вот те самые открытки, которыми я активно сейчас занимаюсь, все, я новогодние упаковала, пару штук упаковала обычных, вот таких праздничных, подарочных, и все, у меня все закончилось, я, короче, очень сильно расстроилась, начала копаться на Вайлберисе, поняла, что ценники на упаковку вообще довольно жуткие, и какое-то время мне понадобилось, чтобы выловить классное предложение, и я вот купила себе вот такие клеевые пакеты, 17 на 17 их размер, то есть они у меня квадратные, здесь 100 штук, уже, конечно, не 100 штук, я вот упаковала уже кучу открыток, вот, и мне не обошли, что-то вроде 6-7 белорусских рублей, это совсем немного, это в районе 200 рублей России, за такое количество упаковки, я считаю, очень дешево, мне кажется, те люди, которые живут вообще в РФ, найдут гораздо дешевле, так что это, я думаю, не проблема, а вот у нас по упаковке ценник может быть очень большой, поэтому советую посмотреть, обычно такие пакеты, ничего вообще такого супер какого-то особенного в них нету, то есть обычный аккуратненький прозрачный пакет, с вот такой вот наклейкой, стикер, то есть который снимается, вот, здесь вот есть строчечка по краям, кому интересно, то есть перфорация, которая удерживает пакет, и все, вот в принципе, вот в эти пакетики, как раз я и положила открытки, очень удобно, идеальный размер, я подбирала для этих открыток, потому что я примерно посмотрела, что они мне где-то, ну, 15, ну, 15,5, и вот как раз в этот размер, учитывая даже хоть небольшой, но все-таки декор, да, должно все влезть, и влезло, чему я очень довольна, вот активно их использую, все поупаковывала уже, и все, не нарадуюсь, не знаю, как быстро они разойдутся, и вообще, есть ли сейчас еще в продаже эти пакетики, потому что цена была слишком вкусная, и мне кажется, все разобрали, но на всякий случай оставлю ссылки, возможно, кому-то надо, и вы будете покупать, но если что, найду аналог, если вдруг пригодится, вот так что, вот такая вот вынуждена, и очень-очень нужная покупка, вот, и я активно, конечно же, их буду использовать. Итак, новое включение для моих покупок с Валбриса, и не только, у меня была закупочка в магазине тканей, Декабай, белорусский магазин тканей, всякой фурнитуры красивой, и декора, тесьмы, кружева, и всяких таких классных штучек, это была не то, что вынужденная покупка, но необходимая мне покупка, потому что мне нужна была красивая темно-зеленая замша, или цвета хаки, или какой-нибудь темно-зеленый, такой, темно-зеленой зелени, что-то у меня язык путается, но я искала красивую, темно-зеленую замшу, вот, я искала ее, в том числе, и на Валберисе, но мне не понравились оттенки, и, как бы, такое себе, в общем, я решила, что надо будет обязательно поискать в магазинах тканевых, и решила, а что, в принципе, далеко ходить, в интернете полно магазинов, я так и набрала, купить замшу, темно-зеленую, и мне магазин Декобай выдал аж 4 прекрасных варианта ткани, замши, я не скажу, что она супер тоненькая для творчества, как наши девочки любят покупать, но я копнула и в магазинах для творчества, специализированные, там, где и скраб продается, конечно же, и поняла, что все продается по кускам, очень маленьким, так как я не работаю часто с замшей, я без понятия, девочки, которые работают, там, наверное, уже все давным-давно в курсе, потому что все нарезано на формат А4 или максимум А3, мне это не подходило, потому что А4, это, наверное, что, обложка на паспорт, да, или маленький блокнотик формата А6, А3 формат, получается, подходит на блокнот А5 или какой-то такой, ну, что у нас, планер, наверное, ежедневник, да, вот, поэтому, или альбом, какой-то такой небольшой, в общем, я посмотрела на все это дело, поняла, что мне это нифига не подходит, хотя мне нужен был формат ежедневника А5, но мне как-то было не то, что стремно брать, просто я решила, что возьму побольше, посмотрела на ценники и поняла, что, в принципе, купить отрез ткани в магазине будет куда выгоднее, хотя, да, и остается большой кусок, в общем, в магазине Декобай, да, Минск Декобай, вот, магазинчик получается такой вот, ну, короче, ладно, я взяла 4 позиции, у меня, основная позиция, это была, конечно же, замша, замша, классные, кстати, там были оттенки, я оставлю ссылочку на этот магазин обязательно в инфобоксе, кто из Беларуси, посмотрите, очень удобная система доставки, я просто оформила заказ, поместила доставку на ближайшую Европочту, бах-бах-бах, мне все готово, то есть, получается, мне там позвонили, подтвердили мой заказ, все в наличии есть, спасибо большое, да-да-да, отправляйте, как говорится, договорились быстренько, все было очень быстро оплачено, я оплачивала по карте, и все, мне пришло это за пару дней, и вуаля, замша и другие тканюшки, которые я взяла, у меня уже в наличии, итак, первое, что я взяла, это замша цвета водолаз, темно-зеленый, такой красивейший цвет, я надеюсь, камера хоть что-то передаст, потому что он обалденный, мне кажется, камера немножко синит, вот синит, на фоне моих ногтей, хотя, хотя, в принципе, нет, короче, очень красивый, знаете, такой хвойный цвет, темно-темно-зеленый, обалденный, мне нужно было подобрать ткань для блокнота, и я поинтересовалась у человека, которому будет дариться этот блокнот, какого цвета он хочет, вот, и выбрали все-таки вот этот цвет, хотя там был очень красивый изумрудный, был красивый хаки цвет, ну, такой приближенный к хаки, и также, насколько я помню, был как раз-таки еловый, но он больше такой вот именно сочный зеленый, а здесь такой темно-зеленый, с добавлением такого темно-синего, что ли, короче, очень красивая замша, на оборотной стороне она темная, это замша стретч, то есть, она немножечко у нас тянется, вот, можете посмотреть на камеру, то есть, есть растяжение, это удобно на самом деле, потому что, когда я клеила основу для блокнота, оформляла обложку, я поняла, что, ну, для меня это очень даже хорошо, плотность у этой замши 290, насколько я поняла, то есть, она не тоненькая, но я не скажу, что она прям такая, прям, знаете, катастрофа, прям ужасно тяжелая, плохо с ней работать, нет, очень хорошая, приятная, на общем, конечно же, замша, вот, тактильная, обалдеть, вот, здесь у меня получился кусочек, полметра, на сайте очень удобная система, вы можете, в принципе, выбрать для себя тот размер, который вы хотите, то есть, если вам не нужен метр ткани, вы можете уменьшить, там, 0,8, 0,7, 0,6, и для замши был минимальный 0,5, если бы можно было меньше, я бы взяла меньше, 0,3, допустим, мне как раз было бы идеально на ежедневник, и плюс по ширине это полотно полтора метра, поэтому здесь очень много ткани, как вы понимаете, мне осталось, и отдала я все за всю эту красоту, получается, 13,40, то есть, вот у меня 0,5 метра, 2,680 стоит метр, и вот такая сумма вышла, на сайте достаточно много скидок, всяких разных акций, но вот к этим моментам мы сейчас перейдем чуть позже, вот, так что замша очень-очень классная, мне понравилась, возможно, она не такая плотная, как привыкли девочки брать, но я считаю, что за такой объем, такая цена, это очень даже прекрасно, и хватит на много других проектов, вот, девочки из Беларуси, кому нужна темная зеленая замша, напишите мне, я готова поделиться, потому что, ну, мне это действительно много, вот, я уже поработала, вот как раз таки обложку, когда склеивала, вот она, красавица, такая очень приятная, хорошая, тактильная обложечка получается для блокнота, ну, немножечко корявыми ножницами Юлия Александровна резала, ничего страшного, не обращайте внимания, вот хочу показать обработанные уголки, склеенные, в принципе, здесь же самый у нас основной момент, когда мы с чем-то работаем, и когда мы что-то клеим, очень важно это учитывать, потому что как раз таки плотные замши и других тканей, как раз вот здесь, вот в этих моментах, очень сильно создает порой проблемы, я думаю здесь еще заклеить немножко, чтобы переход был помягче, и все, дальше уже подбирать бумаженцы, которые будут на форзацах, вот, так что, вот такая вот обложечка получается, очень хорошенькая, я чуть-чуть скруглила краешки, уголки, для того, чтобы блокнот смотрелся более приятно, ну, и нервал, вот, мне не хотелось, чтобы он прям острием торчал, поэтому я чуть-чуть сама скруглила, и в результате получилось очень даже хорошо, хорошо склеился, я клеила на титан, все замечательно, под обложкой у меня тут чуть-чуть тоненький синтепончик, и я считаю, что это очень, очень даже удачный был выбор ткани, я надеюсь получится классный такой блокнот, так что ткань могу порекомендовать, порекомендовать могу ткань вам, и обратите внимание на другие цвета замши, там очень их много, огромное количество, кто работает с массой, я действительно советую посмотреть, потому что мне очень понравился еще цвет бордо, там марсала, был какие-то красивые светлые оттенки, так что кому хочется, кому надо замши, кто с ней работает, посмотрите, лайки, определенно ставлю лайки, так, следующие две позиции, это у нас парча, или парча, кто как называет, вечная проблема с ударениями, так, парча стрейч декоративная, малиновая, и парча стрейч декоративная, красная, 100 граммовая, то есть плотность небольшая, и ценники, она была на акции, акция была, по-моему, 50% скидка, поэтому я не удержалась, посмотрела, сколько будет за небольшие отрезики, и получилось вообще, я взяла по 0,3, она, по-моему, полтора метра здесь в ширину, полтора или метр сорок, я думаю, этого достаточно будет, и посмотрите, она мне вышла по 3 белорусских рубля, это вообще копейки, и я ее брала не для своих творческих работ, а для работы с детьми, мне очень понравилось, я идею уже придумала, себе, себе на голову идею придумала, вот, на Новый год, какие-то прикольные подвески, сделать или шарики, я подумала, почему бы нет, можно сделать, это вообще копейки, так что, будет классно, короче, малиновая, вот такая ядреная, это обратная сторона, и вот у нас такая, блестяшка, блестяшка с детьми, это просто мастхэ, дети вас сразу любят, вы им даете банку с блестками, розовый цвет для девочек, и блестяшку какую-то, все, все, вот они, у них глазам прям горят, и мальчишки, кстати, тоже на это сейчас ведутся, потому что, многие мальчики такие, о, блестяшка, все, что блестит, это классно, это круто, поэтому они очень хорошо реагируют, на такие вещи, в общем, такая вот парчат, она тоненькая, но я думаю, попробовать сделать с ними мягкие игрушки, вроде как, ну, новогодних подвесок на елку, что-то вроде мягких новогодних игрушек, вот, что мне так захотелось, ну, кружочек какой-то, бантик, возможно, немножко блесток, блестки на блестках, это же мастхэв, правильно, да, в общем, не делайте фейспал, девочки, которые занимаются творчеством, это для детей, это не для нас, огромный отрез, опять же говорю, тут он парчит дофига, за три рубля, я считаю, что это вообще сущие копейки, поэтому, можно было себе позволить, немножко гульнуть, ну, порадовать детей и себя, и красный отрез, точно такой же, если бы были еще цвета, я бы, наверное, еще какой-нибудь взяла, но были только эти два, вот, хотя мне кажется, они там были, но не на акции, я смотрела на акции, чтобы купить не только одну замшу, но еще и добавить других каких-то элементов, классический красный с блестяшками, что тут брать, красивый, яркий, сочный такой цвет, очень красивый, красненький, я думаю, детям понравится, как раз оставлю на работы, на новый год, будем что-то шить, что-то делать, я думаю, будет прикольно, вот, так что, такая вот у меня покупка, вот такой вот улов, и последний момент в этой закупке, в тканевом магазине Декабай в Минске, это кружево, я уже говорила неоднократно, что у меня кружево расходится быстро, я много чего раздарила, и у меня закончились висюльки, и я нашла в магазине вот такую красивую тесьму, тесьму с висюльками, по сути, но их только надо резать, в общем, здесь получаются вот такие вот завитки, красивые, с цветочками, которые, я думаю, взять, вот, отрезать всю эту красоту, и распилить их, и можно будет висюльками вот такими добавлять в работы, плюс еще останется маленький цветочек, очень хорошо, здесь буквально метр, за метр этого кружева, вот так оно называется, кстати, артикул можете тоже посмотреть, остановить, кому надо, кружево гиперматовое, они эластичные, 5 миллиметров по ширине, цвет молоко, да, я взяла молочный оттенок, но здесь он такой беленький, но не кипино-белый, потому что был еще кипино-белый, я его брать не стала, вот этот более приятный в работе, он не блестящий, кстати, то есть вот можете посмотреть, что ничего не блестит, да, оно видно, что оно искусственное, конечно, не хлопковое, оно не рвется, хотя может порвется, оно кривое, косое, мне это не надо, я буду аккуратно ножничками разрезать, поэтому хорошая тесьма, я удовлетворена, и цена у нее была за метр 4,80, короче, немного, можно тоже было взять меньше, но я решила, что зачем, зачем, если все это надо резать, вот в принципе кусочек, можно посмотреть, да, вот отрезаем, оп, и завиточек такой получается, я считаю, очень даже круто, классная тесьма, хороший, приятный оттенок, что-то придется подработать, но в принципе я уже привыкла кружево нарезать, и потом добавлять в свои работы, учитывая, какой объем открыток я себе придумала, я все еще продолжаю ими заниматься, у меня прям не знаю, какая-то идея фикс, перескрапить все маленькие наборы бумаги, и высечек использовать по максимуму, так что да, идея фикс, она работает, но для этого тоже периодически нужно какой-то кружевка, так что вот такой вот еще улов, вот такая чудесная тесьма, и за весь этот заказ, я заплатила что-то в районе до 30, короче, белорусских рублей, вот 28,2, это с учетом доставки, то есть получилась сумма поменьше, естественно, без доставки, 3,79 за европочту, я считаю, это очень круто, можно быстренько все это заказать, все это потом пустить в дело, и радоваться, как говорится, жизни, так что вот такой вот у меня улов, из магазина Бакабай, из магазина Дакабай, разбавляю тему в адреса, вот хотя я к нему еще вернусь, у меня едет небольшой пакет с покупками, там будет как раз-таки, как минимум один элемент, который я заказала, и который буду использовать для творчества, так что не переключайтесь, и я еще включусь. Итак, еще одно включение для влога, с покупками с Вайлдберриса, и не только, в общем, у меня была обещанная последняя покупка, которую я хотела вам показать, и я на Вайлдберрисе уже по привычке, знаете, это такой магазин, в котором ищешь все, в буквальном смысле все, я лазила по магазинам, искала себе клей, а потом подумала, а что, в принципе, я не могу титан купить на Вайлдберрисе, посмотрела, что там есть, и вы знаете, я нашла очень хороший клей, вот такой вот, мастер-клайн, суперклей, его деморозостоки универсальный, короче, обычный титан, к которому мы с вами все привыкли, обычный полиуретановый клей, или, как он, полимерный клей, который подходит для скраб-работ, я ими клею открытки, много вообще чего клея, вырубку на него клею, просто он, ну, объемный, и приходится после него следы вытирать, но так как он имеет такую, знаете, полурезиновую такую структуру, он хорошо скатывается, главное не упустить этот момент, пока он не высох до конца, так что я нашла вот такой вот клеечек, у меня получилось, что я за бутылку отдала где-то до 10 белорусских рублей, это до, получается, до 300 или сколько, 350 рублей России, там была цена такая интересная, 9 с чем-то рублей за бутылку, это очень дешево, здесь целый литр, или сколько здесь, ну, 0,9, 900 миллилитров, да, вот я себе взяла сразу две бутылочки, одну для работы, другую себе домой, мне что же надо клеить, мне что же надо работать, открыточки сами себе не поклеят, так что я, в принципе, взяла себе тоже клей, очень довольна, он по запаху точно такой же, бутылка, в принципе, практически один в один, как титан, любой из титанов, вот, в принципе, везде одинаковый полимерный клей, и все, и он отлично клеит, он не сильно воняет, некоторые девочки, которые покупали такие клея, говорили, что вот в зеленой упаковке, там, зелеными крышечками, я не помню, как он называется, вот в фикс прайсе, этот, который продается, небольшая бутылочка, небольшая тара, вот он довольно, такой едкий запах имеет, а здесь обычный, классический титан, отлично клеит, он довольно жиденький, мне все нравится, я деткам по бутылочкам разлила, и все, и все отлично работает, в любом случае, я изучаю платформу, на Валберисе, кстати, скрапово меньше, чем на том же Озоне, на Озоне я лазила, смотрела, там есть интересные наборы, еще от скрапбериса, и от рукоделия, это бренды уже древние, но тем не менее, там есть набор штампов прикольные, также там есть фабрика декору, там есть пудры для имбоссинга, в общем, товара для скрапбукинга, на Озоне гораздо больше вылазит, но ценники, конечно, да, такие себе, надо смотреть, ну, а расходник, такой как клей, я успешно взяла на Валберисе, советую вам тоже на него посмотреть, потому что цена на самом деле очень смешная, очень доступная, вот, и качество тоже меня очень радует, так что, вот, еще одна покупка в магазине Валберисе, я думаю, на этом буду заканчивать, этот обзор, я уже набралась прилично, я думаю, показать будет много чего интересного, вот, так что, друзья мои, надеюсь, вам понравился этот обзор, вы поставите мне пальчик вверх, надеюсь, он был полезным для вас, надеюсь, вы что-то из этого тоже для себя найдете, оцените, прикупите, ну, и тоже оставите какие-то отзывы на товары, вот, так что, не стесняйтесь изучать платформу, не стесняйтесь изучать товары не только в скраповых магазинах, но и подыскивать что-то интересное на других платформах, в том числе и на ВБ, и на Озоне, и в других интересных магазинах, вот, высказалась, так что, спасибо, что были со мной, спасибо за просмотр, и до скорых встреч, с вами была Юля Митра, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok